28 сентября в здании АРТ прошел семинар на тему автобус стартапов. В конференц-зале собрались студенты учебных заведений и уже состоявшиеся бизнесмены. Данный проект начался еще в прошлом году, и за это время семинары для начинающих бизнесменов состоялись в ряде городов республики. Основная цель данного семинара – популяризация предпринимательства. Наша задача – это подсказать начинающим, желающим предпринимателям, то есть либо те, кто уже начали заниматься, но еще не уверены в своих силах, либо еще только те, кто планирует заняться деятельностью предпринимательской, подсказать, как правильно развивать свой бизнес, как его правильно выстраивать. То есть, соответственно, те вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать, это все, что связано с основами бизнеса. Мы сегодня будем говорить именно о тех преградах, которые могут столкнуться молодые предприниматели, как можно преодолеть эти преграды, как можно выбирать нишу, именно в которой можно развивать свой бизнес, как быть полезным для своих будущих потребителей. В частности, будем говорить о тех методах продвижения, одним из методов продвижения – это госокупки. Ну и я в том числе расскажу как раз немного о маркетинге, о методах продвижения своей продукции и услуг. К сожалению, в последнее время предпринимателями мало кто хочет стать. По словам бизнес-тренеров, большое количество молодежи желает стать чиновниками. Сейчас просто предпринимателям достаточно сложно, то есть высокий уровень конкуренции. Мало того, что не секрет, что большое количество административных преград существует, чтобы быть предпринимателем. Очень много фискальных органов, которые курируют предпринимательства. Сейчас, конечно, новые законы вводят, которые облегчают только предпринимателя, но, мне кажется, еще недостаточно. Кроме начинающих бизнесменов, на семинаре присутствовали и опытные предприниматели, которые с радостью приходят на подобные семинары. По словам уже состоявшихся коммерсантов, такие мероприятия просто необходимы. У любого предпринимателя на цель какая-то – получить информацию. Для нас информация – это деньги же. И просто пообщаться с коллегами, узнать что-то новое. Трудно начинать что-то новое. Очень тяжело идет. Вот могу сказать на своем примере, я тут занимаюсь подбором автоэмали. Купил оборудование. Выяснилось, что он купил хорошее, дорогое оборудование. Выяснилось, что потребность у него в таких услугах нет. Пришлось купить более бюджетный вариант такого же оборудования. Сейчас вот работаем. Работаем, выявил потребность в других услугах. Но опять, если это хорошо развито в Уфе, в Саритамаке, часто бывают в Казани, в Оренбурге. У нас народ по северам. То есть тяжело что-то начинать. И вот поэтому многих, наверное, руки опускаются. Проект автобуса стартапов продлится два дня. Во второй день занятия приедет обучающий центр, который очень подробно расскажет о развитии и расширении сбыта, продвижении продукции. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания АРИС.